Есть также пульсеры, у которых по своей значимости меньше, чем нетройные звезды. Да, да, есть. И вот именно каждый год астрономы вот именно все больше и больше вот именно экзопланет это открывают. Да, да. И веришь, не веришь, но комету я видел. А, так комету я тоже видел, да? В 90-м году я видел комету, которая летит в Галилею, мне кажется, там название было. Я помню, или это был 96-й год, или 97-й, но я вот именно помню, да, что я тоже был видел комету. Да, 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 да. Супер, отлично. Я его видел. Да, да. Да, 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 это такое было значимое явление. да я так смотрел как бы один день поспал кто другой день смотрю он уже чуть-чуть только передвинулся а на самом деле там миллионы километров он передвинулся там но туда да не было аппарата чтобы сфотографировать я как бы фотограф сам я думал надо сфотографировать ну почему-то не сфотографировал с пацанами отдыхал как бы там и фотоаппарат не взял с собой так что самое интересное в 16 веке вот именно был появился ну на небе или 16 или 15 на веке я вот не помню была взорвалась супер новая звезда и вот именно это такой вот большой вот оттенок такой вот клякса это было появилось также и на нашем на нашем небе что тоже было произвело большое впечатление на людей таких этих времен так что да представляю вот представь себе вот видят тоже такое вот явление которое к нам донесется только одну через тысячи световых лет то есть ну всякое может случиться да и кстати в 98 году юпитер был поглотил группу метеоритов которые как раз таки наближались в сторону солнца тем самым он защитил вероятное столкновение этих метеоритов с нашей планетой они как бы направили сторону в сторону солнца но они могли зацепить и землю да а юпитер их поглотил ну просто попался да но юпитер очень большой очень да очень большой и как раз ученые были запустили да да и ученые были запустили на него вот именно один скажем так искусственный спутник и захотели как раз проверить его атмосферу и этот и этот вот спутник искусственный он сгорел на двухсотом километре вот именно глубины атмосферы юпитера то есть 10 километров он дезинтегрировался но я что-то слышал там информация получил что юпитер он практически там из газа да там газы какие-то там якобы очень много газов нереальных таких что любую технику уничтожить да 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 они практически все уничтожат и когда вот именно в советском союзе говорили мы будем летать через 50 лет на юпитер ну и так и думаю и почему то будем ходить это там газовая атмосфера реальный вариант мне кажется может быть идеология была такая типа что вот вот в гигантских масштабов вот юпитер самая большая планета типа его говорили мы будем летать на юпитер и такой думаю блин ну хорошо племя прилетим мы на юпитер ну и сразу же сгорим в атмосфере не 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 марс реальный вариант будут вот именно там я я как бы слышал такие вариант что надо посадить деревья все остальное растение чтобы атмосфера появилась на земле но это много лет пройдет ну так как бы появится все просто вот насколько я знаю появится да больше кислорода ну не факт что вот именно как бы солнечные бури они это все одно не сотрут вот именно радиация один вопрос можно к тебе один вопрос можно к тебе откуда берется на земле кислород ну кислород больше всего ну как бы да из-за растений из-за растений но также так же вот именно ну скажем скажем так если бы не было вот именно этого этого магнитудного щита у земли то солнце бы все это ну просто и плюс ко всему плюс ко всему кислород когда он взаимать ну когда он на высоких высотах когда он уже там стратосфере он вот именно из-за и ионизации насколько я знаю превращается в озон этого места с этого места 70 процентов идет кислород это откуда 70 процентов ну так же откуда берется кислород ну делать то что это с океана с воды идет кислород ну да конечно с воды потому что это h2o но и и вот именно как раз стагматолиты были перво первоначально начали выделять вот именно кислород и глюкозу и потом уже благодаря тому что как раз радиация солнечная не была настолько опасной ультрафиолетовые лучи появились растения ну обратно же ж планета должна вращаться чтобы защищать от этих лучей ну землю и саму атмосферу только тогда повели появится растение у нее защиты у нашей земли да у планеты есть защита у земли есть защита да вот этого ультрафиолетового света есть защита просто есть у марса нажали ее нету нету потому что там надо хотя можно будет вместо того чтобы на поверхности как бы населенные пункты можно будет как раз все таки это ну под землей делать чтобы как раз ну как бы внешняя радиация но она никак не влияла на на жизнь человека и под искусственным светом вот именно но чтобы там были растения но он не знал но там купола поставить да 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 защиту просто надо как только будет купола все будет все хорошо все будет отлично и как-то внук придумывают какой-то способ чтобы планета обратно начала двигаться но тем не менее она конечно это будет слишком такой вот сложный процесс очень сложный чтобы вот именно ядро стало таким вот но и много лет пройдет как минимум да 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 конечно да